В чём была основная цель покупки Твиттера? Меня всё больше волновала свобода слова и свобода выражения. Было много цензуры. Какая-то была очевидна, какая-то нет. Обычные люди испуганы. По сути, они говорят, что хотели бы сбить общественность с толку, чтобы люди ничего не знали. СМИ дают нам краткую, драматизированную версию реальности. Буду честен из всего того, чем ты занимаешься. Меня, как и многих других людей, поэтому об этом и стоит поговорить. Пугает нейролинк. Мы устанавливаем чип в ваш мозг, чтобы его контролировать. Да. Окей, что ж, легче мне не стало. Да вы присоединяйтесь. Давайте, есть желающие. Здравствуйте, дамы и господа, мальчики и девочки. Добро пожаловать в подкаст Real Talks Zuby. Сегодня прекрасный день и волшебный выпуск. В нашем сегодняшнем выпуске легендарный гость. Единственный неповторимый Илон Маск. Добро пожаловать. Спасибо. Очень рад, что ты пришел. Взаимно. Рад встретиться лицом к лицу. Онлайн мы много общались. И, наконец, лично. Согласен. Давай начнем. Как у тебя дела? Неплохо. Конечно, у меня много дел. Я только вернулся из Старбейс в Техасе. Мы там строим ракету Старшип. Мы готовимся к следующему запуску и надеемся в этот раз достичь орбиты. Скорее всего, через 6-8 недель. Круто. Очень круто. Мой первый вопрос. Я просто обязан спросить. Как ты со всем справляешься? Ты столько всего делаешь, а руководство хотя бы одной из твоих компаний требует... Требует колоссальных усилий. Как ты ежедневно со всем этим справляешься? Это довольно трудно. Я много работаю. Стоит сказать, последние полгода были особенно сложными. Из-за Твиттера. Сейчас Твиттер относительно стабилен. К нам присоединилась Линда и Карина. Это сильно упростит дело. Я все еще буду много времени уделять Твиттеру, но уже меньше, чем раньше. Теперь, когда у нас относительно стабильное финансовое положение, это уже чрезвычайная ситуация. Мы все еще хотим быстро развивать продукт, особенно что касается видеоконтента. И много чего полезного. В будущем, может, в этом году еще и платежи. Улучшим личные сообщения. Введем сквозное шифрование, добавим видео и голосовые звонки. То есть все, что вам нужно будет сделать, можно будет сделать в приложении X, приложении для всего, ну или где-то еще, если нужно. Ты сказал про X. Это проект, о котором ты уже давно думал. Расскажи мне историю X.com. Раньше целью X.com было предоставлять всевозможные финансовые услуги. Вроде бесконечной теории информации. Стать самой эффективной базой данных, где данные — это деньги. Смотри, как сейчас работают деньги. С практической точки зрения, они до сих пор работают на мейнфреймах. Банки так до сих пор и оперируют. На Кобал. В основном методом пакетной обработки. Финансовая система очень медленная и незащищенная. Мы имеем дело со сложными гетерогенными базами данных. Гомогенные базы данных более эффективны. В этом случае нет затрат на банковские офисы, ветки, банкоматы, которые становятся все более неактуальными. Это просто более эффективно. По сути, если все правильно сделать, X сможет удовлетворять финансовые потребности людей достаточно, чтобы заменить, не знаю, половину мировой финансовой системы. Ого! Ну или что-то в таком духе. Не знаю точно, но много. Он станет самым крупным финансовым учреждением. Но, как я и сказал, иначе, чем люди сейчас представляют себе банки. Просто самая эффективная база данных для денег. Как я и говорил, просто меньше мошенничества. Все в реальном времени. И если речь идет о деньгах, все можно сделать просто и в одном месте. И в довесок элемент соцсети, а это тоже информация. Место, где люди делятся разными видами информации. Текст, видео, фото, голос. И деньги, и то, что мы называем соцсетями, это просто обмен информацией. Я вижу потенциал сделать довольно привлекательный продукт, который это все объединяет, упрощает жизнь людей. И среднестатистическому человеку это будет экономически выгодно. Не нужно будет платить разным сервисам. Да, я вижу большой потенциал создать единое приложение, ну или систему, сайт. Я понял. То есть в долгосрочной перспективе Twitter станет X? Они будут интегрированы? Да, я во время покупки сказал, я могу сделать его сам, создать его с нуля. Я думал, что покупка Twitter, скорее всего, ускорит процесс на 3-4 года, может, 5 лет. Я понял. Ребята, тихо! Слышите? Кто-то за углом обсуждает нейросети и искусственный интеллект. Да, эти разговоры можно услышать из-за абсолютно каждого угла. AI стал частью нашей жизни, и каждый должен задуматься о том, чтобы получить полезные знания в этой сфере. А тут и мы подоспели с рассказом о наших друзьях из Университета искусственного интеллекта, которые любезно предлагают нашим зрителям бесплатный курс патча GPT, благодаря которому вы наконец-то узнаете, как зарабатывать на этой нейронке, получите профессиональные знания для старта работы и заработка вплоть до 10 тысяч долларов за проект. Сами создадите нейросотрудников под свои задачи и узнаете, как превратить искусственный интеллект из потенциального конкурента в незаменимого помощника. Университет искусственного интеллекта не просто учит правильно задавать вопросы чат GPT, а помогает подчинить себе ИИ, научиться делать проекты для себя или на заказ и повысить уровень заработной платы. И главное, все же понимают, что скоро навык работы с ИИ станет для большинства профессий таким же обязательным, как знания ПК и интернета. Так что запрыгивайте в этот поезд, пока он не ушел. Переходите по ссылке в описании, ознакомьтесь с бесплатными материалами и записывайтесь на обучение, одобренное даже Академией РАН. Получайте знания, отправляйтесь на гарантированные стажировки в крупные компании, да и вообще, ребят, пора погружаться в эту сферу. Время пришло. В чем была основная цель покупки Твиттера? Что тебя заставило это сделать? Как я и говорил, я уже давно хотел создать что-то вроде X. А Твиттер — одна из его частей. Еще меня все больше волновала свобода слова и свобода выражения. Было много цензуры. Какая-то была очевидна, какая-то нет. Мне казалось, что это негативно влияет на общественный дискурс. Как могут люди, живущие в демократическом обществе, принимать правильные решения, если у них нет доступа к информации? Если их вводят за нос, удерживают от них важную информацию, а так и происходит. Взять ту же ситуацию с ноутбуком Хантера Байдена. Все об этом знают, но что насчет тысяч подобных случаев? По сути Твиттер, а с ним и Гугл, Ютуб и что там, Фейсбук, они влияют на выборы по всему миру, и это продолжается довольно долго. Часто это настолько филигранно, что ты не замечаешь. Честно говоря, Гугл, вероятно, среди них самый вредный, потому что им очень легко лишь немного понизить данные выдачи, скажем, до четвертой-пятой страницы, на них же никто не заходит. Информацию не удаляют, она просто не на первой странице. Ага. Знаешь, шутка была, где лучше всего спрятать тело? На второй странице Гугла. Никто туда не заходит. Да. Я считаю, что это основа демократии. И раз уж на то пошло, людям важно знать, что происходит в странах с другим политическим устройством. Нужна хотя бы одна платформа, на которую можно положиться, та, которая будет искать правду. Это цель Твиттера и Экс, поиск правды. Позволить всем быть услышанными. Ну, если люди действуют в рамках закона, они могут говорить, что захотят. Свобода слова актуальна только, если мы позволяем людям, которые нам не нравятся, говорить то, что нам не нравится. В противном случае это бесполезно. Первая поправка в США бесполезна. Если вы не позволяете высказываться людям, которые вам не нравятся, если вы их цензурируете, это лишь вопрос времени, прежде чем цензура обернется против вас. Да. В этом и была суть первой поправки. Она работает только, если ты сталкиваешься с людьми, которые говорят что-то тебе неприятное. Это хороший знак. Путешествуя по миру, я заметил, что недавно я проехал по США, провел время в Англии, также был в Австралии, и кажется, что западные страны должны быть вроде как либерал-демократическими, где людям можно открыто высказываться, но обычным людям страшно говорить то, что они думают. Кажется, что концепция свободы слова ушла на второй план, забыта, будто это не то, на чем должны стоять наши общества, нации и культуры. Но что мне показалось очень интересным, например, когда ты купил Твиттер, что люди не боялись цензуры по отношению к ним. Они боялись, что их оппозицию не цензурируют, особенно людей с правой повесткой. Они боялись этого аспекта свободы слова. Как мы к этому пришли? Думаю, людям нужно посмотреть на себя в зеркало и задуматься, а чего мы хотим? Хотите цензуры? Хотите, чтобы от общества скрывали важную информацию, даже если она легальна? По сути, они говорят, что хотели бы сбить общественность с толку, чтобы люди ничего не знали. Это аморально. Да. А ситуация такова, что офисы почти всех соцсетей расположены в области залива Сан-Франциско, ну, со СНАПом еще и Л.А. Но самые влиятельные в Сан-Франциско, они занимают крайнюю левую позицию, особенно что касается... Ну, левее, чем Сан-Франциско, Беркли, нет ничего, понимаешь? Да, я ходил по городу, и я это заметил, ощутил. Да, в городе есть довольно опасные районы. Люди говорят, ты, должно быть, преувеличиваешь. Нет, приезжайте в Даунтаун в любой день. Там всегда так. Что-то среднее между Безумным Максом и Ходячими Мертвецами. Да, ужасно. Даже поверить трудно. В Сан-Франциско много красивых мест, но Даунтаун — это, по сути, зона отчуждения. Есть места, где людей вообще нет, и это кажется даже хуже, чем места с зомби. Там просто очень мрачно. Там совершенно пусто. Да. Очевидно, мы не хотим, чтобы так выглядел весь мир. Мы же не хотим, чтобы везде был Даунтаун Сан-Франциско. Тут чётко прослеживается результат такого курса, доказательства налицо. И одно дело, если радиус урона подобной идеологии географически ограничен, ну, не знаю, 15 километрами. Если бы какая-то нишевая идеология была в таком радиусе. Но у них же огромный мегафон, распространяющий этот вирус по Земле. Твиттер, Фейсбук, Инстаграм в какой-то мере распространяют его. В большой мере. Многие мне говорили, что беспокоятся насчёт ТикТока. И не о слежке, а о негативном влиянии на молодёжь. О сокращении продолжительности концентрации внимания. Как решить этот вопрос соцсетями? Я понимаю, что при управлении большой социальной сетью ты сталкиваешься с большим количеством чужих интересов, конфликтами и этическими дилеммами. Полагаю, многим кажется, что это проще, чем на самом деле. Во-первых, люди часто забывают, что это глобальные платформы. Они работают не только в США, не для одной нации. Есть сотни разных стран, разных юрисдикций со своими законами и правилами. В дело вступают политические аспекты. Много всего, с чем бы не хотелось иметь дело. Разные сайты, множество юридических вопросов. И в то же время цель платформы удерживать людей. В большинстве случаев продавать рекламу. Делать так, чтобы люди на них залипали, чтобы они возвращались. Как думаешь, где грань между... Мы понимаем проблемы соцсетей, особенно касательно молодых людей, и в то же время делать так, чтобы люди пользовались приложением и проводили в нем время. Как думаешь, где здесь баланс? Вообще, рекламодатели оказывают довольно большое давление. Реклама в Твиттере в Северной Америке и Европе упала на 50%. В Азии, кстати говоря, мы отбиваемся. Даже удивительно. Но в США доходы упали больше, чем на 50%, в Европе — около 40%. Думаю, если бы мы продолжили в том же духе, мы бы сохранили большую часть этого дохода. Свобода слова — это довольно дорого. Она обошлась в миллиарды долларов. Сейчас она стоит... Свобода слова сейчас обходится примерно в 2 миллиарда долларов в год. Это много. И только в Твиттере. Мы теряем около 2 миллиардов выручки в год. Думаю, что со временем это изменится. Надеюсь, что так. Со временем рекламодатели поймут, что Твиттер — не поборник хейт-спича. Мне, например, в Твиттере веселее всего. Если взять, сколько раз я смеялся за день, Твиттер побеждает все вместе взятое. У меня так. Иногда я вижу контент, с которым я не согласен. Но это не какой-то яд и ненависть. А у тебя как? Я люблю Твиттер. Я пользовался Твиттером с 2009-го. Я застал много разных его состояний. Я заметил, что в первые годы пользования Твиттером никто не боялся, что их забанят или заткнут, зацензурируют, отправят в теневой бан и все такое. Такого не было. Это стало заметно в 2015-м, может, из-за выборов в США. Лавочка начала прикрываться. И не только мне так показалось. Другие люди говорили, «О, этого заблокировали, того, другого». Все началось с периферии, а потом все ближе и ближе. И людей начали временно... Меня временно заблокировали, потому что я написал «Окей, чувак». Однажды такое было. Реально? Да, я написал «Окей, чувак». Ого. Ответил кому-то. Не, все к лучшему. Я много мерча в итоге продал. Но Твиттер мне пришлось удалить. Буквально написал «Окей, чувак». Да, людей блокировали просто ни за что. Но за последний год стало легче. Кажется, людям теперь просто веселее, потому что они могут пошутить на грани, высказаться как-то. Да, люди могут расслабиться. Именно. Если постоянно приходится осторожничать, места веселью нет. Наша философия — не выходить за рамки закона той или иной страны. «Нарушать закон нам нельзя». Ты упомянул, что в некоторых странах, может, во всех странах, свобода слова ограничена сильнее, чем в США. Мы не можем не подчиняться законам той или иной страны, иначе они просто заблокируют Твиттер. Некоторые находятся под впечатлением, что мы можем диктовать условия свободы слова в другой стране. Но мы не правительство. Мы делаем, что можем, но нам нельзя... Если мы будем нарушать закон, они просто арестуют наших сотрудников и выкинут нас из страны. Мы делаем все возможное. На данном этапе я уверен, что у нас наименьший уровень цензуры. Мы самые открытые, и мы единственная социальная сеть, которая открыла свой алгоритм рекомендаций. Все остальные держат их в черном ящике. Никто не знает, что там. И мы его улучшаем. И добавим обозначение, так что в своем профиле вы увидите, что вы не выпадаете в поиски, что вы попали под определенный фильтр, влияет ли что-то на ваш аккаунт. Мы стремимся к максимальной прозрачности. На этом и строится доверие. Потому что одно дело сказать «доверяйте нам». С чего это? Потому что вы видите все, что мы делаем. Тогда вам не нужно верить мне на слово, можно посмотреть на алгоритм, буквально. Все наши действия на виду. Независимая третья сторона может воссоздать рекомендации, которые предлагает Твиттер с нашим алгоритмом. По правде говоря, мы до сих пор находим уровни кода, о существовании которых мы не знали. Только на прошлой неделе мы нашли код, отвечающий за подсчет репутации каждого аккаунта. И если аккаунт попадал в тренды, он удалялся из списка трендов. Оказалось, так было и с моим аккаунтом. Система исключала меня из трендов. Интересно. Все основывалось на том, сколько жалоб пришло на аккаунт. Без деления на количество подписчиков. То есть, если у тебя много подписчиков, то... Да, любой человек с большим количеством фолловеров банился из трендов. Это же бред. Или любой человек, написавший что-то спорное, или на которого наслали ботов, или... Активистов. Да. Пожаловаться на спаум в аккаунте легко. А значит, можно дедоснуть аккаунт фейковыми жалобами. И система такая, «На этот аккаунт прилетело много жалоб, значит, он не может быть в тренде». Ага. А ты ожидал такого уровня? Конечно, у тебя большая общественная поддержка, и тебя хвалят, но в то же время тебя критиковали на протяжении всей твоей карьеры. Но ты ожидал отрицательной реакции в таком масштабе? Опять же, я видел одно, но ты сам ожидал такой реакции от СМИ или просто от каких-то людей и организаций? Ну, было бы сложно избежать критики в мой адрес. И не то, чтобы я пытался засветиться в СМИ, просто... Просто моё имя — это кликбейт. Нужно понимать, что СМИ — это машина по увеличению кликов, а не машина по поиску правды. Это дарвиновская история. Если ты не машина по привлечению кликов, ты не зарабатываешь деньги, и компания умирает. Вся структура заточена под привлечение кликов, а не поиск правды. Оттуда все эти кликбейтные заголовки, которые сильно преувеличены. Потому что правда часто скучная или сложная. СМИ подают какую-то версию правды под пошлым соусом. Они сокращают правду и приправляют её перцем. СМИ дают нам краткую, драматизированную версию реальности. Потому что если они расскажут, как есть, будет очень сложно, и люди заскучают. А если соблюдать баланс, статья будет не хайповая и не получат кликов. Так работает структура. А что побуждаешь, то и будет. Вот как работают СМИ. Старые СМИ уже давно работают в условиях сокращения бюджета, потому что Гугл, Фейсбук и прочие забрали у них рекламные бюджеты. Они этому не рады. Традиционным СМИ непросто. Им пришлось стать машиной по привлечению кликов или умереть. Во что это выльется, как думаешь? Полагаю, многие видят проблему в кликбейтной модели. Это сломанная система, которая ведёт к росту манипуляций и безумным заголовкам. Поэтому теперь сложно увидеть разницу между сатирой и реальностью. Заголовки такие бестолковые, что уже не различить обычное издание от сатирического. Да, причём часто. Это же поразительно. Было что-то про связь фитнеса и фашизма и превосходство белых. Бодибилдинг — это... Фитнес? Серьёзно? Я не знал, что я такое поддерживаю. Люди должны быть в хорошей форме. Это вопрос здоровья и хорошего самочувствия. Мне стоит заниматься. Я не часто это делаю. Но я поддерживаю идею тренировок и фитнеса. Это просто основа для здоровой жизни. Вы чего? Не знаю, видно ли, но на мне футболка как раз в тему. Я пытаюсь всех загнать в спортзал. Тренируйтесь, тренируйтесь. Я вот что хотел у тебя спросить, и это серьёзный вопрос. Большой. Ты много чего делаешь. А что тебя мотивирует? Что тебя зажигает? Я просто пытаюсь сделать то, что увеличит вероятность хорошего будущего для цивилизации. Что расширит рамки и масштаб сознания так, чтобы мы могли понять природу Вселенной. Я бы назвал это философией любопытства. Лучше всего это описал Дуглас Адамс в «Автостопом по галактике», где большой компьютер даёт ответ «42». Сложность в том, чтобы задать правильный вопрос. Я думаю, нам стоит больше узнать о природе Вселенной. что всё это значит, откуда мы, куда мы идём, к чему это всё приведёт, что реально, где инопланетяне. Кажется, недавно были какие-то подтверждения. Я пока не видел никаких доказательств инопланетян. А я глубоко в теме. Если бы появилось доказательство инопланетян или НЛО, я буду тут, как тут. Что у нас тут? Тело? Это НЛО? Инопланетные технологии? Было бы очень интересно. Надеюсь, они дружелюбны. Если они смогут добраться сюда из другой звёздной системы, значит, их технологии... Мы, по сравнению с ними, будем примитивны. А вот если инопланетян нет, но это, пожалуй, даже большая причина для волнения. Потому что если в нашей галактике или рядом с нами нет инопланетян, значит, сознание на Земле — это единственный светоч. Это маленькая свеча в бескрайней темноте, и эта свеча хрупка. Нам нужно сделать всё возможное, чтобы она не погасла. Что, по твоему мнению, самая большая угроза человечеству? Думаю, стоит беспокоиться насчёт цифрового сознания. Цифровое сознание или сильный искусственный интеллект скорее всего будет хорошим, нежели плохим. Но вероятность плохого результата не нулевая. Думаю, чем больше мы будем переживать за плохой результат, тем меньше вероятности, что он наступит. Окей. Давайте попробуем направить его в правильное русло. По твоему мнению, какой может быть плохой результат? У меня, конечно, есть мысли. Я смотрел научную фантастику. Естественно, самый плохой исход, если он уничтожит человечество. И шанс этого не нулевой. Надеюсь, небольшой, но точно не ноль процентов. Или, может, не уничтожит, но мы будем как шимпанзе и гориллы. Кое-где на Земле они встречаются. И мы, конечно, не охотимся на них, но они находятся в небольших зонах, и мы не ставим их в приоритет. Да, не задумываемся о них. Их популяция не растет значительно. Ага. И это тоже нехороший исход, в котором ИИ не уничтожит всех людей, а просто оставит сколько-нибудь по приколу. На фермах. Да, просто посмотреть, что выйдет, изучать нас, как мы горилл. Может, компьютер просто захочет нас изучать ради интереса. Это тоже не очень хороший исход для человечества. Как я и говорил, нам нужно расширять масштаб сознания и биологического, и цифрового. И в конечном счете стать мультипланетным видом, межзвездным видом, выйдя за рамки нашей звездной системы. Может, мы встретим инопланетян. А может, прилетим в другие звездные системы и обнаружим, что там была инопланетная цивилизация, прожившая 10 миллионов лет, сделавшая великолепные вещи, и в итоге исчезнувшая. Думаю, мы можем обнаружить кучу мертвых планет, в которых цивилизация не смогла выйти за пределы своего дома. Из-за расширения Солнца Земля может стать необитаемой уже через полмиллиарда лет. Времени, конечно, много, но Земле всего 4,5 миллиарда, то есть это рост жизненного цикла всего на 10%. А если считать от первой письменности, это всего 5 тысяч лет. 5,5 тысяч лет. Шумерская клинопись. А это же совсем недавно. Получается, Земле 4,5 миллиарда лет, письменности 5 тысяч лет. Если брать отсчет цивилизации от первой письменности, что довольно резонно, получается, что мы живем тут только одну миллионную от существования Земли. Это недолго. Совсем недолго. Это, по сути, вспышка. Так вот... Нам, конечно, стоит сделать все возможное, чтобы улучшить жизнь на Земле. Обеспечить Земле и цивилизации сильный фундамент. Продолжать улучшать условия на этой планете, а потом отправиться на Марс, затем по всей Солнечной системе, и, в конечном счете, в другие звездные системы. Стать цивилизацией, браздящей просторой космоса, как в хороших научно-фантастических фильмах и сериалах, типа Стартрека и прочих. Было бы круто встретить другие цивилизации, инопланетян. Надеюсь, они дружелюбны. Тогда мы значительно больше начнем понимать Вселенную. Думаю, еще важно, каких людей они встретят. Нам стоит осторожно подойти к вопросу выбора кандидатов. У инопланетян может сложиться неверное впечатление. Да. По крайней мере, у нас будет такая возможность. Пока что мы не знаем, как путешествовать со скоростью, близкой к скорости света или больше. Путь до других звездных систем будет небыстрым. При хорошем раскладе с нынешними знаниями физики мы сможем добраться до ближайшей звездной системы лет за 40-50. Окей. И даже это будет очень сложно. Путешествия в глубоком космосе занимают много времени. Ну так вот... Это захватывающее будущее. Нам нужны такие вдохновляющие вещи, чтобы мы просыпались, и наша жизнь состояла не только из решения множества проблем и междоусобных войн между людьми, а чтобы перед всем человечеством стояли вдохновляющие цели, которые нас радуют. Думаю, многие люди сочтут становление космической цивилизации радостным событием. даже если они лично не полетят, они смогут видеть то, что делают другие. Миссия Аполлон, например, они говорили «для всего человечества». Думаю, все тогда гордились быть людьми. Мы реально были на Луне. Ты сказал очень важную вещь. Это же вау. Ты сейчас сказал кое-что очень важное. Ты сказал, люди гордились быть людьми. Мы живем в такое время, что проблема как раз в том, что это не так. Очень часто люди смотрят через призму национальности. Люди гордятся быть американцами, британцами, кем угодно. И эти люди видят, что подобный патриотизм сдаёт позиции. Кажется, будто мы как вид недостаточно оптимистичны по отношению к самим себе. И многие боятся. Люди живут в страхе, что будущее будет хуже, чем настоящее. А в некотором смысле даже хуже, чем прошлое. Думаю, это приносит много психологических проблем и влияет на общество и культуру. Потому что если ты не думаешь, что будущее будет лучше настоящего, ты теряешь надежду. Согласен. А важно сохранять дух приключений. Да, если люди теряют надежду на будущее или с пессимизмом о нём думают, маловероятно, что они заведут детей. А в этом случае население сокращается. В большинстве стран демографический коллапс. Рождаемость ужасно низкая. Популяция не растёт и скоро значительно снизится. В прошлом году в Японии зарегистрировано в два раза больше смертей, чем родилось детей. Ничего себе. Да. В каждой западной стране рождаемость ниже уровня восполнеемости. Да и в целом тренд таков, что как только приходит урбанизация, честно говоря, к сожалению, образование влияет на... Урбанизация и образование снижают рождаемость. И этот тренд распространяется по всему миру. Поэтому я призываю людей по крайней мере сохранять популяцию на том же уровне. Не обязательно значительно растить, но может хоть чуть-чуть. Почему многие люди говорят об обратном? Многие рассказывают о... Я думаю, что перенаселение... Полная фигня. Думаю, это коллективный бред. Это просто неправда. Да, но почему... Почему умные люди этому верят? Думаю, отчасти это эффект движения по защите окружающей среды. Ага. Движение по защите окружающей среды хорошо начиналось. Они говорили, смотрите, нам нужно перейти на возобновляемую энергетику. В долгосрочной перспективе это верное решение, всё верно. Это логично. Если мы не перейдём на возобновляемую энергетику, нам останется только невозобновляемое, ресурсы кончатся и цивилизация погибнет. Со временем нам нужно перейти на возобновляемую энергетику, и, конечно, есть вопрос об изменении климата. Но я считаю, что в долгосрочной перспективе беспокойство об изменении климата релевантно, а в краткосрочной — нет. Это очень медленный процесс. Не думаю, что нам стоит запрещать людям заниматься фермерством или заводить коров. Это бред. С точки зрения окружающей среды, это капля в море. Основная проблема для окружающей среды — это миллиарды тонн ископаемого топлива, по сути углерода, и жидкой, безообразной, или в твёрдой форме в случае угля, которые добываются из недр Земли. Его достают из Земли, отправляют в атмосферу и океаны. Конечно, химия океанов и атмосфера меняется. Если продолжать в том же духе, мы настолько сильно поменяем химический состав, что действительно придём к изменению климата. Но Земля большая, а люди маленькие. Тим Урбан посчитал, что всех людей можно уместить на Земле в Нью-Йорке. На Земле? Типа первом этаже. Да, будет тесновато, но... А, то есть, если их расставить по улицам? Ага, плечом к плечу. Поперечное сечение будет небольшое. Мы думаем, что людей много, и если вы живёте в Лондоне или Нью-Йорке, то покажется, что их и правда много. Но это встречается редко. Если лететь на США или где-то ещё, в большинстве мест пусто. Да, если вы летите из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, большую часть времени под вами никого не будет. Захотите скинуть на кого-нибудь сверху мячик по дороге из Л.А. в Нью-Йорк, и вряд ли попадёте. Промахнётесь. Люди просто не очень плотно расселены. У нас ещё много места для людей. Ну так вот, я думаю, что движение по защите окружающей среды переусердствовало. И в крайней форме это движение пропагандирует то, что люди — это чума для Земли, что проблема в человечестве. Это точно. Это экстремальная форма движения по защите окружающей среды. Реально, есть люди, которые в это верят, они выступают за вымирание. Несколько месяцев назад в Нью-Йорк Таймс была статья на первой странице о парне, который сказал, цитирую, «На Земле 8 миллиардов человек, и было бы лучше, если бы не было вообще». Жуть. Я подумал, окей, чувак, можешь начать с себя. Посмотрим, как ты хочешь изменить мир. Последуешь своему совету? Это же бредовая точка зрения. Всё равно, что сказать, давайте устроим геноцид всего человечества. Что? Как это серьёзно можно обсуждать? Это безумно. Но, как я и говорил, есть люди на грани защиты окружающей среды. Это как вросший ноготь. Если он врос и искривился, что-то не в порядке. Всё зашло слишком далеко. Человечество не пятно на Земле. И даже с изменением климата жизнь на Земле продолжится. Земля пережила множество бедствий, и жизнь продолжилась. Огромные метеориты, супервулканы, перемещающиеся континенты. Были времена, когда Земля была просто ледяным шариком, и были ужасно жаркие периоды. Она видела несколько вымираний, но жизнь-то продолжилась. Сейчас динозавров нет, но у них было довольно много времени, больше сотни миллионов лет. Даже если Землю ждёт катастрофическое изменение климата, жизнь продолжится. Просто не в том виде, который мы знаем. Может, это будут не люди, может, что-то ещё. Изменение климата не грозит всеобщим вымиранием. Оно может угрожать людям или заставит их сменить место обитания из прибрежных стран, если уровень океана поднимется, и они окажутся под водой. Думаю, нужно выдерживать баланс. С одной стороны, говорить, ребята, со временем нам нужно перейти на экономику, основанную на возобновляемой энергетике. Мы больше не можем добывать миллиарды тонн углерода из недр Земли, отправлять их в атмосферу и надеяться, что ничего нам за это не будет. А с другой стороны, не стоит сеять панику и негатив и нарушать течение жизни людей. Люди могут продолжать жить обычной жизнью. Им не нужно испытывать чувство вины за то, что они люди и просто съели стейк. Всё в порядке. Что меня удивляет в этой риторике и людях, которые это пропагандируют, кажется, будто бы западные страны поднимаются вверх по лестнице, а потом забирают эту лестницу с собой. Есть большие развивающиеся страны вроде Индии, много стран в Африке. Западные страны уже прошли через этот процесс. Нужно выйти на определенный уровень, чтобы позволить себе об этом беспокоиться. Многие страны пытаются достичь такого же уровня процветания, как, например, сейчас в США. Вы хотите, чтобы они заботились об окружающей среде, но люди бедны. Им не до окружающей среды, пока не закрыты их базовые потребности. Это какая-то вера в... как бы правильно выразиться... как будто... как говорит Роб Хендерсон, роскошь иметь мнение. Мол, да, хорошо, что ты так думаешь, но если взять среднестатистического человека, во многих развивающихся странах они не могут позволить себе так размышлять. Им предстоит пройти путь, прежде чем они выйдут на базовый уровень, на котором находятся наши страны. Я согласен с тем, что ты сказал. А еще стоимость возобновляемой энергетики значительно снизилась. Стало гораздо больше ветряной и солнечной энергетики. Прибавь к этому аккумулятор, и у тебя постоянный источник чистой энергии. Это экономически выгодно. И что хорошо, с солнечными батареями не нужно повсюду прокладывать высоковольтные кабели. Если у вас свой аккумулятор и солнечные панели в доме или на заводе, вы можете децентрализировать генерацию энергии. А для людей лучше иметь децентрализированную генерацию энергии и свои коммуникации. Во многих местах не стали прокладывать телефонные кабели и сразу стали пользоваться мобильной связью. Более того, во многих местах мобильная связь гораздо лучше, чем в Кремниевой долине. Странно. Но вот так. Что касается идеи нехватки населения, что тебя больше всего волнует? Ты множество раз публично заявлял, что нам нужно больше людей, больше населения. Что будет, если... Это не моя точка зрения, но для тех, кто поддерживает теорию мальтузианства, думая, что людей слишком много, а ресурсов слишком мало... Очевидно, Мальтус ошибался. Да, он ошибался. Это вроде коммунизма. Но это еще обсуждают. К идее возвращаются. Да, именно. Ну, вот опять. Так вот, чем это грозит, если люди перестанут размножаться так, как делали на протяжении всей истории? В чем опасность? Перед нами риск гибели цивилизации. И это довольно депрессивный исход. Если рождаемость продолжит снижаться ежегодно, население буквально попадет в смертельную спираль. И тогда мы уйдем не со взрывом, а на последнем издыхании, в подгузниках для взрослых. Это мрачный исход для цивилизации. Я все смотрю на статистику рождаемости. Все это доступно онлайн. Падение — это факт. Я надеюсь, что ситуация улучшится, но с каждым годом становится все хуже. Да. Как думаешь, что можно сделать, чтобы это изменить? Потому что не последнюю роль здесь играет то, что молодые люди... Я с ними разговаривал, и я в такой же позиции. Да, заведи детей. Да, я собираюсь. Но здесь роль играют социальные факторы, культурные, экономические факторы, финансы. Для многих молодых мужчин и женщин, 20-летних или даже 25-летних, идея завести ребенка, дать жизнь новому человеку кажется страшной, потому что они думают, так, у меня нет денег, я не могу себе этого позволить, я даже дом не могу купить, у меня долги, я еле держусь на плаву. Как думаешь, что можно сделать в США, Канаде, Англии, Европе, в развитых странах, в Южной Корее, Японии, везде, где население снижается и рождаемость падает? Одно дело признать проблему, но что можно сделать, чтобы изменить это? Ну, вообще, во многих странах структура стимулов настроена против рождения детей. Детей заводить дорого, особенно если вы хотите дать им лучшее образование и прочее. финансово это тяжело. Но вот я это говорю, а ирония-то в том, что чем выше у тебя доход, тем меньше у тебя детей. Да, здесь обратная корреляция между доходом и рождаемостью, это бессмысленно. Полагаю, многие люди так размышляют, но это не так. Страх здесь в том, и это необоснованный страх. Если я заведу детей, финансово мне будет тяжело. А это неправда. Не знаю. У меня нет хорошего ответа. Я пытаюсь в этом разобраться. Многим молодым людям, и я понимаю, что это дело рук СМИ, это культурная повестка. Так вот, многим десятилетиями внушали идею, что рождение детей испортит их жизнь. Это лишает тебя свободы, независимости, ты больше не сможешь веселиться и делать что-то классное. И нужно просто... Сама идея родительства, думаю, решение в том, чтобы... Я не знаю как, но нужно сделать идею родительства классной. Да. Нужно снова сделать ее классной. Верно. Думаю, люди просто не понимают, что ничего не сделает тебя счастливее, чем рождение детей. Это значительно повысит уровень твоего счастья. Мы на это запрограммированы. Раньше люди голодали, еды не хватало, бушевала чума. Просто выживать день ото дня раньше было сложно. Сейчас довольно несложно дожить до следующего года. Мы просто расслабились. понимаешь, если бы родительство инстинктивно нас не удовлетворяло, мы бы их не заводили. Да. Совсем недавно почти все население Земли было неграмотным. Это не то, чему мы могли научиться в книгах. Мы инстинктивно любим детей. прочитать про это нельзя, этого в книгах нет. Нужно понимать, что ты будешь гораздо, гораздо счастливее, если заведешь детей. Точно. Мы так запрограммированы, как и все существа. Возьми какую-нибудь рысь или любое другое существо, кажущееся довольно опасным и недружелюбным. Они убьют все, что встанет у них на пути. Но как только у них появляются котята или щенки, кто угодно, они становятся любящими родителями. Любое злобное животное заботится о своем потомстве. Это инстинкт. Это генетически в нас заложено. Так что можно рассчитывать на то, что появление детей улучшит качество вашей жизни, а не ухудшит. У тебя много детей. Да, стараюсь подавать хороший пример. Круто. Да. Как появление детей улучшило твою жизнь? В чем ты стал счастливее? Тебя это мотивирует что-то делать? Ну, не знаю. Думаю, нормально просто любить своих детей. Это автоматически происходит. Есть маленькое существо, которое рассчитывает, что ты будешь о нем заботиться. Это вознаграждение само по себе. Это в нас заложено. С ними весело. Не знаю, ты любишь их. Они любят тебя. Получается, отцовство стало для тебя мотивацией? Это как-то мотивирует тебя думать определенным образом, делать что-то, или наоборот, чего-то не делать? Меня это мотивирует стремиться к тому, чтобы мир и будущее моих детей были лучше. Иногда люди хвалят меня, говорят, что это очень великодушно или альтруистично с моей стороны заботиться о цивилизации. Но я думаю, что даже если ты очень эгоцентричен, стоит об этом задуматься, потому что мы не сможем жить без цивилизации. Одни мы не выживем. Если хотите посмотреть, что такое быть одному без людей, посмотрите, голые и напуганные. Мы вообще очень любим проводить время с другими людьми. Правда, мы нравимся друг другу больше, чем думаем. У одного из моих сыновей, Саксона, форма аутизма. Он крутой, он просто кладезь мудрости. Очень долгое время я пытался раз в неделю собирать всех на семейный ужин в ресторане, куда-то ходить. И долгое время Саксон не понимал, почему мы это делаем. Он спрашивал, зачем мы куда-то идем. А потом на него снизошло озарение. Он сказал, ааа, люди ходят в ресторан, чтобы потусить с незнакомцами. И я такой, да, вообще так и есть. Потому что ту же еду можно заказать в доставке. Можно позвать друзей в гости. Но только в ресторане можно провести время с незнакомыми людьми. Нам нравится это делать. Это он пока в ночном клубе не был. Да, точно. Приходишь в ночной клуб и такой... Там темно. Да, никого не видно, музыка громкая, но все равно весело. А по сути, ты окружен незнакомцами. Мы на самом деле любим других людей больше, чем думаем. Например, одно из худших наказаний в тюрьме это одиночная камера. И да, вряд ли группа заключенных за пределами этой одиночной камеры так уж располагает к общению, но это точно лучше, чем быть одному. Да, там может и безопаснее, но быть там не хочется. Люди любят других людей больше, чем думают. Ага. Я много твоих интервью смотрел, и часто речь про сегодняшний день, про настоящее. Мне интересна твоя история. Люди видят, что ты сейчас делаешь в Тесла, ты запускаешь ракеты в космос, покупаешь Твиттер и борешься за свободу слова, пытаешься сделать человечество мультипланетным. Расскажи о себе. Я недавно впервые был в Южной Африке, несколько месяцев назад. Был в Йоханнесбурге, Кейптауне. Я знаю, ты там вырос, провел там детство. В основном в Йоханнесбурге и при Тории, пару лет в Дурбане. Я несколько раз был в Кейптауне, но я там не жил. Расскажи о своей жизни до того, как ты стал Илоном Маском, генеральным директором нескольких компаний. Вообще, у меня было довольно грустное и несчастливое детство. Не ужасное, но было довольно трудно. Я жил в Южной Африке до 17 лет. Потом я смог получить канадское гражданство через маму, потому что она родилась в Канаде. Я уехал, когда мне было 17. Мое плохое детство оставило шрамы на моих воспоминаниях о Южной Африке. Буквально шрамы. У меня их довольно много. Было сложно. Конечно, в стране много хорошего, просто мой опыт был неположительным. Я тебя понял. Знаю, что одним из твоих первых проектов была видеоигра Blastar. Правильно же? Да. Расскажи о ней. Ну, когда я был маленьким, мне нравилось играть в видеоигры. Тогда видеоигры были довольно примитивными. Мне было лет... лет 10, когда я впервые увидел компьютер. Я читал много книг, а потом узнал, что можно купить компьютер. Я подумал, ого, это же потрясающе. У меня был Commodore VIC-20, 8К-оперативки. 8К, да. И это было прекрасно. Я прочитал книжку по программированию, сам научился писать программы, потом постепенно пересел с Commodore VIC-20 на Sinclair Spectrum. Это был чудесный маленький компьютер. Это уже 48К. Он по сравнению с VIC-20 был очень продвинутым. Ну, и я продолжил программировать. Тогда игр было не достать. Ну, я и решил создать их сам и играть. Вообще, интересно, игра, которую я написал еще ребенком, мне было лет 11 или около того. я сам сделал графику, музыку, все. Примитивная, конечно, графика и примитивная музыка, но все же... И я продал игру за деньги. Небольшие, конечно, но для ребенка это было много. и я еще много игр написал, когда был маленький. А потом я недолго работал в софтверной компании, разработчики игр Rocket Science в Пало-Альто. Ничего общего с ракетами они не имели. Они разрабатывали игры. Я писал ПО почти лет 20, с 10 до 30 лет. Знаю, ты много играл в Quake. Ага. И даже добился успехов? Да, да, я много играл в Quake. У меня даже была одна из лучших команд в стране, мы заняли второе место в самом первом, кажется, платном киберспортивном турнире в США. Точно в одном из первых турниров. Мы вообще метили на первое место, я тогда был вторым в команде. У лучшего нашего игрока на половине игры сдох компьютер, и мы заняли второе место. Мы тогда заработали несколько тысяч долларов, что-то типа того. Да, у меня тогда хорошо получалось играть в Quake. Ага. Насколько я слышал, ты хотел, ну или по крайней мере думал о том, чтобы заниматься созданием видеоигр, но потом... Так было? Я вообще работал над довольно продвинутыми видеоиграми в той компании Rocket Science. Ага. Но... Но... Мне нравятся видеоигры, но я хотел внести вклад в мир. Я уже говорил, мне нравится принимать решения, которые максимально позитивно повлияют на будущее, быть полезным. Какое-то время я хотел разрабатывать технологию для электромобилей. Я собирался это делать в магистратуре в Стэнфорде, работать над продвинутой технологией и хранения энергии для электрокаров. Но я приостановил учебу ради интернет-компании. Я решил, что технология для электромобилей продвинется вперед, а я к этому еще вернусь. Так и вышло. Но тогда интернет, он так быстро развивался, это было в 95-м. Я хотел стать частью развития интернета. Какое твое первое впечатление от интернета? Потому что сейчас молодым людям кажется, что он был всегда... Ага, как воздух. Да, люди иногда забывают, что даже в мое время не у всех были имейл-адреса. Люди боялись вводить данные своей карты онлайн. Люди думали, что продавать книги в интернете тупая затея и что Амазон это полная фигня. Все это в мое время. Но все очень быстро поменялось. Какое у тебя было первое впечатление от интернета и как быстро ты осознал его потенциал? Ну вот, мы с тобой обсуждали. Я увлекался компьютерами еще до того, как он у меня появился. Я о них читал. Сначала у меня были примитивные компьютеры. Потом у меня появился комп с модемом. Я мог зайти на доску объявлений. В общем, все было такое, доисторическое. Потом интернет распространился за пределы стен университетов и государственных учреждений, превратился в источник прибыли и начал расти экспоненциально. Я это представляю так, будто бы у человечества появилась нервная система. Раньше информация передавалась от одного человека к другому. Нужно было лично встретиться или позвонить по телефону, или кто-то должен был лично доставить письмо другому человеку. Так передавалась информация. А если нужен был доступ к книге, приходилось идти в библиотеку. В большинстве библиотек было ограниченное количество книг, а значит, доступ к информации был ограничен. И занимал много времени. Но как только появился интернет, все стали связаны. Даже если ты очень далеко, но у тебя есть доступ в интернет, ты можешь коснуться всех знаний человечества. У тебя есть доступ к групповому сознанию. Раньше мы общались по принципу осмоса, буквально через прямой контакт, и имели ограниченную информацию. Теперь же кто угодно имеет доступ ко всей информации о мире. Ты можешь что угодно выучить в интернете бесплатно. Все лекции MIT лежат на YouTube. С доступом в интернет ты можешь стать экспертом в любой области бесплатно. Да, и кажется, люди до сих пор это не осознали. Да, если спросить их, они, конечно, это знают, но они не ценят, что равенство доступа к информации значительно отличается от того, что было раньше. это не сравнимо. Это не сравнимо. Очень долго книги были редким явлением. У людей были небольшие коллекции книг. До изобретения станка Гутенберга книги нужно было переписывать вручную. книга была реликвией. Почти ни у кого не было книг, почти никто не умел читать, и даже если у тебя были книги, то немного. Потом появился печатный станок, и книги можно было тиражировать. Но все еще на бумаге, все еще в ограниченном количестве. Так что нам стоит ценить тот факт, что возможность доступа к информации уравнялась. Тогда книги были у каких-нибудь лордов, в их поместьях могли быть библиотеки, но очень маленькие библиотеки. У большинства были записные книжки, а теперь у вас есть доступ к значительно большему количеству информации, чем у короля Англии еще сто лет назад. Даже 40 лет назад. У среднестатистического человека сейчас больше доступа к информации, чем у самого влиятельного человека на Земле в 1980 году. Да что уж там, даже в 90-м. Так не ощущается. Наши ожидания меняются, такова человеческая природа. Потому что разница в том, что почти в любой части света, если только там не идет война, нам не приходится выживать за счет земледелия маленькой группой. Качество нашей жизни разительно отличается от того, что было раньше. Задаешься вопросом, а почему мы несчастны? Потому что, ну, иногда люди несчастны. Потому что мы меняем свои ожидания, сдвигаем границу ожиданий дальше. Да. Если постоянно ожидать большего и двигать эту границу, всегда будет хотеться жить лучше, чем раньше. Знаешь, как говорят, счастье равно реальность минус ожидания. Если наши ожидания растут, реальность тоже должна меняться. в целом, мне кажется, люди должны с большим оптимизмом смотреть в будущее и осознавать, что жизнь сегодня гораздо лучше того, что было раньше. Уровень преступности в среднем гораздо ниже, чем раньше. Война нечастое явление. Да, сейчас идут боевые действия в Украине, но раньше войны были повсюду. Просто посмотри на прошлый век. Ага. Жесть же. Да, в прошлом веке было не сладко. Война нередкое явление. Думаю, людям не хватает перспективы и благодарности. Это к тому, о чем ты говоришь. может, если бы люди больше знали об истории и о том, как далеко и быстро человечество продвинулось, насколько все стало лучше. Даже если брать очевидное, нищета, детская смертность, смертность в природах, доступ к образованию, грамотность. Люди были привычны к тому, что их могли убить в любой момент. Неудивительно было, если четверть или треть детей погибнет еще до достижения пяти лет. Нормально было, если молодой парень отправится на войну, его будут пытать и убьют каким-нибудь жестоким способом. Ага. Более того, Наполеон говорил, у каждой французской женщины должно быть шесть детей. Двое умрут в младенчестве, двое погибнут на войне, оставшиеся двое будущее Франции. Ого. Да. И это Франция. Да, и не то, чтобы он ошибался с наполеоновскими двойнами. Да, я думаю, что из-за отсутствия перспективы страдает ценность. И не важно, насколько комфортная у тебя жизнь, не важно, насколько все хорошо, даже если у тебя хорошее здоровье, никто вокруг тебя не болеет и не при смерти, ты все равно грустишь. Если только поменять точку зрения, думаю, люди станут гораздо счастливее. Да, точно. Я вообще советую людям учиться на ошибках истории. Сейчас есть много интересных подкастов. Например, очень интересный подкаст «Эксплорер», там рассказывают о ранних морских путешествиях, как люди умирали от цинги, потому что не знали про витамин С. Это база. Да, но в итоге они поняли, что есть витамин С. Если изучать историю, кажется, будто каждый год была чума, треть города умирала. Мы меньше 150 лет назад узнали о микробах. Ага. Что вообще, в принципе, стоит мыть руки, прежде чем, не знаю, помогать в родах. Да, и теория о микробах, переносящих болезни, оспаривалась медицинским сообществом, буквально. Официальная позиция была «микробы — это ложь». А врачи чисты. Да, именно. Ну, правда, если у тебя нет микроскопа, и тебе кто-то говорит, что есть маленькие существа, которых ты не видишь, звучит как колдовство. То есть, маленькие существа, ты их не видишь, но они у тебя на руках, если ты к чему-то прикоснешься, потом они перейдут к кому-то другому, это, по сути, бактерии и вирусы, и... Человек заболеет. Да, заболеет, а может и умрет. Но они маленькие, и ты их не видишь. Если есть микроскоп, люди такие, да, я вижу, маленькие штучки вертятся, не знаю, что это такое, но выглядят они как-то не очень. Но какое-то время они говорили, это возмутительно. Вы хотите сказать, что есть маленькие штучки, и они на самом деле вызывают болезни, а не злые духи. Люди думали, не тут воздух какой-то плохой, а тут место проклятое. Слишком много крови. Да, место проклятое, поэтому мы болеем. Ну а может тут просто какие-то бактерии? С этим согласились не быстро, они долго спорили. И антибиотики у нас появились только в прошлом веке. Ага. Потому что, насколько я знаю, во время Первой мировой больше людей погибло от инфекций, чем от нанесенных ран. Да, сидишь ты в окопе, весь в грязи и крови, и если ты поцарапался, это царапина тебя и убьет. Как назывался тот фильм, который сняли одним кадром про войну? 1917-й? Да, кажется, 1917-й. Я посмотрел и подумал, слава богу, мне не пришлось этого видеть. Да, это была мясорубка. Да, было ужасно. Ты никогда не задавался вопросом, знаешь, вот как с микробами. Сейчас думаешь, ну это же очевидно. Интересно, есть сейчас что-то, от чего люди заболевают и умирают, а через сто лет люди будут думать, погоди, они этого не знали? Как они могли не знать? Сейчас вероятность смерти довольно низкая, если только ты не занимаешься чем-то опасным. Сейчас продолжительность жизни приближается к возможной физической продолжительности. Если человек пьет много алкоголя, принимает тяжелые наркотики, курение очень вредит здоровью, все это серьезно может повлиять на продолжительность жизни. Но если вы ничего такого не делаете, то скорее всего доживете до 75-80 лет. Мы запрограммированы на такой возраст. Человеческая продолжительность жизни около 80 лет. Это просто в нас заложено. По какой-то причине женщины запрограммированы на более продолжительную жизнь, чем мужчины. Может, дело в XY-хромосомах? У мужчин X не дублируется. Может, ошибка либо в X, либо в Y-хромосоме, которая снижает продолжительность жизни. Хотя, кажется, тестостерон снижает продолжительность жизни. Да. Ага. Но еще мы творим всякую дичь. Да, мы много фигни делаем. Но статистика не врет. Кажется, по всему миру женщины живут дольше мужчин, даже учитывая войну и приключения. И что интересно, вероятность рождения мальчика немного выше. Да, 51 против 49. Интересно, будто это учитывается. Да, у мужчин больше шансов умереть в любом возрасте. Ага. Буквально. От младенца до старца. На каждом этапе? Насколько я знаю, да. Ого, не знал. Расскажи мне вот о чем. Буду честен. Из всего того, чем ты занимаешься, из всех компаний, мне все нравятся, но меня, как и многих других людей, поэтому об этом и стоит поговорить, пугает нейролинк. Понял. Во-первых, можешь объяснить, что такое нейролинк и в чем его цель? Мы устанавливаем чип в ваш мозг, чтобы его контролировать. Да. Окей, что ж, легче мне не стало. Да, вы присоединяйтесь, давайте. Есть желающие? Если серьезно, нейролинк не появится внезапно. Любое устройство, которое устанавливается в тело человека, должно пройти миллион проверок. Процесс очень медленный. Сначала всего несколько пациентов. Нужно много чего сделать, чтобы доказать безопасность устройства. получить все разрешения от FDA. Мы не пытаемся пропустить какие-то шаги, мы все делаем по правилам. С точки зрения безопасности, мы делаем даже больше, чем от нас требует FDA. Первые устройства будут довольно базовыми. Их цель — вернуть мобильность людям, у которых нарушена связь между мозгом и телом. Представь, если бы Стивен Хокинг мог говорить так же быстро, как человек с полностью функционирующим телом. Было бы круто. Это первое применение. Вернуть мобильность парализованным людям и людям, у которых по какой-то причине прервана или ограничена связь между мозгом и телом. Второе применение — восстановление зрения. Если человек ослеп или даже потерял зрительный нерв, можно ассимилировать нейроны в зрительной коре головного мозга. Можно передавать картинку напрямую в мозг. Более того, в зависимости от используемых камер, можно видеть разную длину волны. Типа как Джорди Лафорж, у него был... Я осмотрел серию «Звёздного пути», следующее поколение. Мы сейчас, конечно, привыкли к другим спецэффектам, но у него есть такие очки вокруг, и он видит в разной длине волны. Например, ультрафиолет, инфракрасный свет. Так тоже можно сделать. Если хочешь, можешь видеть радары. А какая здесь долгосрочная цель? Потому что мне и другим кажется, что первая часть плана звучит нормально. Ну, с ней сложно поспорить. Да, да, но в долгосрочной перспективе люди беспокоятся, что это приведёт нас в утопию, в трансгуманистическое будущее. Куда всё идёт? Где тут этические границы? Я хочу подчеркнуть, что это не произойдёт внезапно. Вы увидите приход технологии, и это будет очень медленно. Более того, думаю, что сильный искусственный интеллект, скорее всего, появится ещё до того, как у нас будут очень продвинутые нейролинки. По крайней мере, к этому всё и идёт. Но в конечном счёте идея в том, чтобы достичь симбиоза между биологическим и цифровым сознанием. Мы уже, по сути, киборги, если думать о телефонах и компьютерах, как о нашем продолжении. Например, когда забываешь телефон дома, ощущения сродни синдрому фантомной боли. Куда он делся, понимаешь? Телефон уже что-то вроде продолжения нас самих, как и компьютер, и приложения, которыми мы пользуемся. Всё это продолжение нас. Мы уже киборги. Просто интерфейс? Это наши глаза и пальцы. Это очень медленный интерфейс. Особенно вывод. Скорость, которую мы печатаем на телефоне или компьютере. Ввод гораздо лучше, потому что скорость передачи данных через зрение в тысячи может в миллион раз выше, чем скорость вывода. Да, ввод примерно в миллион раз эффективнее вывода. Устройство Neuralink сможет улучшить пропускную способность, позволяя нам существовать в симбиозе с нашей цифровой частью. Человеческий мозг теоретически можно разделить на две части. Одна — примитивный мозг, иногда его называют рептильный мозг. Это что-то вроде основного инстинкта. И кора головного мозга, отвечающая за мышление более высокого уровня, планирование. Обе существуют в симбиозе. Я ни разу не встречал того, кто хотел бы избавиться от лимбической системы или коры головного мозга. Люди ими довольны и хотят оставить все, как есть. Но кора головного мозга меньше лимбической системы. Ирония в том, что несмотря на то, что кора гораздо умнее лимбической системы, большая часть ее действий направлена на удовлетворение лимбической системы. Голод? Давай поедим. Возбуждена? Давай займемся сексом. То количество усилий, которое кора головного мозга людей тратит на то, чтобы им перепало, поражает. Кто-то же должен размножаться. Да, но даже если ты знаешь, что это не для размножения. Лимбическая система слишком проста, чтобы осознать, что секс не приведет к размножению, потому что раньше это всегда так работало. А противозачаточные появились совсем недавно. Лимбическая система пытается добиться размножения. Но теперь мы можем взламать лимбическую систему и заниматься сексом без потомства. И кажется, это одна из причин, почему мы не заводим больше детей. Раньше для того, чтобы удовлетворить лимбическую систему, нужно было заняться сексом. Защиты не было, появились дети. Так раньше все и было. Несмотря на то, что кора головного мозга умнее лимбической системы, кора все еще пытается ее удовлетворить. И если воспринимать компьютеры ИИИ как третичный слой, необязательно ИИИ будет действовать не в наших интересах. Если он будет связан с нашим биологическим интеллектом, возможно, он постарается сделать нашу кору счастливой. Которая делает счастливой лимбическую систему. Короче, мы просто больше сил будем тратить на то, чтобы нам кто-то дал. Как-то так. ИИИ станет нам вторым пилотом. Думаю, людей в основном пугает как раз-таки то, что нейролинк будет установлен внутрь их тела. Мысль о том, что кто-то установит имплант, что кто-то установит чип в мой мозг, инстинктивно заставляет меня отринуть идею. Это автоматическая реакция. Ну это же добровольно, не будет так. А так ли это будет в будущем? Ну я надеюсь, это должно быть добровольно. Будет странно, если нет. Мне кажется, это... Я почему спрашиваю? Сейчас владение смартфоном, это вроде тоже добровольно. Но если у тебя нет смартфона, а общество построено вокруг него, да, можно жить и без смартфона, но это создает тебе препятствия и ставит тебя в уязвимую позицию. Да, в нынешнем обществе смартфон практически необходим, чтобы существовать. Ага. Может ли нейролинк оказаться в этом положении? Это возможно. Я просто говорю, что если это и случится, то не в ближайшие десятилетия. Это проблема не сегодняшнего дня. Я бы больше боялся сильного ИИ или Третьей мировой войны. Давайте сконцентрируемся на рождении детей, чтобы поддерживать уровень населения. На важных вещах. Окей. Что больше всего тебя пугает в ИИ? Я знаю, что ты с ним работал, но я также знаю, что тебя лично это сильно беспокоит. Ты говорил об этом и на этом подкасте, и в других интервью. Как по мне, вероятнее всего, нас ждет хороший исход. Скорее всего, ИИ улучшит нашу жизнь. Но есть шанс, что будет не так. Думаю, нам стоит это осознавать и понимать, что это мощная технология, это палка о двух концах. Нам нужно много сил приложить, чтобы достичь положительного результата и избежать плохого конца. Как выглядит хороший результат? Я бы рекомендовал людям прочитать книги Иэна Бэнкса «Серию культура». Это лучший образ положительного будущего с ИИ, которое я видел. Вот что я бы рекомендовал. В целом, ИИ значительно увеличит возможности человека. Это огромный усилитель возможностей, точно так же, как когда-то был компьютер. Вопрос только в том, что есть риск, что он не просто усилит наши возможности, а возьмет управление на себя. И риск, что он увидит нас в отрицательном свете и решит, что мы пятно на лице Земли. Будет очень опасно, если человеческая философия вымирания как-то попадет в руки ИИ, это будет плохо. Как тот парень на передовой «Нью-Йорк Таймс», который говорил, на Земле 8 миллиардов людей... Не хотелось бы, чтобы он программировал ИИ. Да, с этим я точно соглашусь. Да и тут достаточно людей, явно или неявно высказывающих похожее мнение. Да. Которые считают людей вирусом. В мире много антинаталистов и людей, которые... Против людей. Да, как ты сказал, людей, которые не гордятся быть людьми. Чувствуют себя виноватыми. Есть те, кто называют это спесишизмом. Я открыто заявляю, я сторонник превосходства людей. Да, нам нужно болеть за команду людей. Если мы это не сделаем, кто сделает? Да, если Земля будет существовать, а люди нет, то для кого мы спасаем планету? Да. А что насчет ИИ, который отберет у нас работу? Потому что это многих волнует. Даже если ИИ не сойдет с ума и напрямую не навредит нам, но, полагаю, многие задаются вопросом, а что насчет наших рабочих мест? ИИ определенно нарушит привычную структуру работы. И, конечно, скорость изменений, которую принесет ИИ, будет умопомрачительна. Сейчас существует много профессий, которых в будущем не будет, но появятся новые. При хорошем стечении обстоятельств нас ждет век изобилия. Если только товары и услуги не будут искусственно ограничены, как, например, какие-то предметы искусства или конкретный дом в определенном районе. Да, это будет искусственно ограничено. Но всего остального будет в достатке. Это при условии положительного исхода с ИИ. Людям будут доступны любые продукты и услуги. То... Всем людям. Разве это не приведет к новому витку проблем? Конечно. Это звучит как благословение, но на самом деле может оказаться проклятием. Типа «ты будешь жить вечно» звучит как подарок, но это сыр в мышеловке. Вы не хотели бы жить вечно. Вы не понимаете, что такое вечность. Еще одно проклятие — это если вам будет доступно все, что вы захотите, без усилий. Уверены, что вам это нужно? Ага. Что вообще тогда имеет значение? Да, и что насчет ценности? Ценность работы не только в том, чтобы зарабатывать деньги на покупку вещей. У нее есть значение и смысл, и понимание, что ты эту вещь буквально заработал. Есть разница между тем, дал ли тебе кто-то 10 миллионов долларов, или ты выиграл их в лотерею, или тем, где ты создал бизнес, продавал продукты и услуги, которые помогли тебе заработать эти деньги. Именно. Как нам тогда искать смысл и оставаться нужными? Если мы живем в век изобилия, где компьютер дает нам все, что мы захотим, нам придется решать эту проблему. Это будет, не знаю... И, скорее всего, мы движемся в такой век изобилия. Но это точно вызовет у людей экзистенциальный страх. На что ты смотришь с оптимизмом? Вообще, должен сказать, что устройство Neuralink именно для этого. При хорошем раскладе с ИИ, как нам не опоздать на этот поезд? Как нам вообще понять ИИ? Мы имеем дело с сильным интеллектом. И если мы не придем к симбиозу и не увеличим пропускную способность между нами и ИИ-дополнением, не дополнен человеческий разум, то, возможно, не сможем оценить чудеса, которые произойдут в будущем. Нам нужно сделать так, чтобы мы не остались неудел и могли увидеть будущую ценность. Да. Что помогает тебе позитивно смотреть на мир изо дня в день? Ты занятой человек, ты управляешь кучей компаний, у тебя большая семья. На тебя сыпется и похвала, и критика, и любовь, и ненависть отовсюду. У меня вообще два вопроса. Первый из которых, как ты остаешься в здравом уме и заземляешься? С чего ты решил, что я в здравом уме? Ты, кажется, очень спокоен. Мне так кажется. Ты сидишь тут со мной и вообще общаешься с большим количеством людей. Давай будем честны, 99% людей на твоем месте не делали бы то, что ты делаешь. Точно не столько всего. Ты сидишь в твиттере, шутишь, постишь мемы, отвечаешь. Ты остаешься собой, но ты кажешься мне обычным человеком, который делает восхитительные вещи, а не кем-то, кто абсолютно далек, с кем я не смог поддержать бы разговор, понимаешь? Вот что я имею в виду. Думаю, важно, цитируя лицо со шрамом, не нюхай собственный кокаин. Хотя он в конце так и поступил. Просто если ты слишком много о себе возомнил, это сужает цепочку обратной связи. Если ты считаешь себя слишком умным, то перестаешь слушать критику. Твиттер вообще в этом помогает. Люди не стесняются там высказывать свое мнение. Чуваки с 20 подписчиками держат тебя в ежовых рукавицах. Да, я просто хочу достичь каких-то целей. Продвинутая ракетостроение, возобновляемая энергетика, а в случае с Твиттером — свобода слова. Это просто важно для меня. Наверное, поэтому я мотивирован их достичь. А чтобы это сделать, мне нужно оставаться в своем уме, потому что физика — это закон, остальное — просто рекомендация. И если ты сходишь с ума и делаешь что-то, что противоречит физике, ракеты взрываются, а машины не ездят. Физика — строгий судья. Либо ты правильно сконструировал и рассчитал, либо нет. Если нет, ничего не работает. Нужно быть приземленным, чтобы технологии работали. Согласен. Илон, я очень благодарен тебе за время, которое ты для нас выделил. Я хочу сказать, и в Твиттере я это уже писал, но хотелось бы сказать лично, я восхищаюсь и ценю то, что ты делаешь. Огромное спасибо тебе ото всех, кому пришлось терпеть глупости в Твиттере, всех, кто вернул свои аккаунты и может открыто высказываться. Я хотел это упомянуть. Я искренне считаю то, что ты делаешь, очень круто. Ты вдохновляешь. Знаю, что в век критики люди не любят говорить другим людям, «О, ты делаешь что-то классное». Я хочу подбодрить и поддержать тебя. Спасибо. Вот что я хочу. Храни тебя, Бог. Спасибо. Это ценно. Спасибо. Мне только в радость. Субтитры создавал DimaTorzok